Всех приветствую. В студии Левтина Пинкальская. Это рынки. Итоги недели. Несбывшиеся ожидания акционеров Лукойла, реструктуризации и отчет Яндекса, сокращение инвестпрограммы Газпрома, рекордные продажи самолета, отчеты X5 Retail Group и ВТБ. На этой неделе были интересные корпоративные события. Нам есть что обсудить, и мы это будем делать. Минус 1,5% с понедельника. Российский рынок заканчивает неделю, но по крайней мере на текущий момент в минусе около отметки в 3200 пунктов. В четверг рублевый индикатор отступил из района годовых максимумов, так и не переписав их. И сегодня энтузиазма у покупателей пока что не прибавилось. Индекс Мосбиржи растет на 0,3%. Настроение сдержанное. Ждем решения Совета директоров Банка России по ключевой ставке сегодня в 13.30. И в комментариях, кстати, ко вчерашнему нашему выпуску на YouTube-канале РБК Инвестиции подписывайтесь, кто еще не подписан. Мнения зрителей разделились. Большинство проголосовали за то, что ставку сегодня повысит до 14%. Это совпадает с консенсусом прогноза аналитиков, опрошенных РБК Инвестициями. Но были голоса и зрители также в пользу 15%, то есть повышений на 2% пункта. Уже скоро узнаем, кто оказался прав. Но, кстати, было среди комментариев. Мы их все читаем обязательно. Еще одно интересное мнение по поводу российского рынка, которое я попрошу прокомментировать нашего эксперта. Так что обязательно смотрите дальше, не пропустите. Что касается валютных торгов сегодня, то в преддверии заседания регулятора у нас рубль незначительно укрепляется. Доллар торгуется чуть выше 93,5 рублей. Евро в районе 99 рублей. Ну а мы переходим к обсуждению итогов недели важных корпоративных событий. И с нами на связи Михаил Подубский, управляющий активами МКБ Инвестиции. Михаил, здравствуйте. Доброе утро. Смотрите, Михаил, вот вчера выпуск был, обсуждали мы итоги вчерашнего дня. Снижение индекса Мосбиржи более чем на процент, почти на процент с третью, после того, как в Лукоиле объявили дивиденды, которые разочаровали рынок. И вот интересный комментарий у нас был под видео. Пишут нам, все неправильно вы рассказываете о том, что Лукоил снизил весь рынок. Рынок снизился на ожиданиях по процентной ставке. Михаил, вот как вы считаете, действительно, вот вчерашняя реакция рынка была больше связана с решением Лукоила? Лукоила занимает такой большой вес в структуре рублевого индикатора. Или действительно инвесторы так реагируют на сегодняшнее заседание? И в целом, как вообще российский рынок фондовый реагирует в последнее время на вот ожидание повышения ставки? Мы просто говорим про очень краткосрочные события. Чем короче временный горизонт мы обсуждаем, тем больше влияние оказывает просто банальный рыночный шум. Что касается вчерашнего дня, ну, конечно же, да, новость по Лукоилу оказалась ниже консенсуса. Лукоилу торговался хуже рынка. Могла ли новость по Лукоилу влиять на весь фондовый рынок в целом? Ну, наверное, это тоже как бы излишне так считать. Поэтому, что касается сегодняшнего заседания, естественно, да, консенсус предполагает дальнейшие рот ключевой ставки. Наверное, если мы говорим про долговой рынок, то долговой рынок еще не полностью заложился на этот сценарий. Ну, и с точки зрения именно альтернативной доходности, тот уровень ставок, который сейчас мы видим на долговом рынке, он, конечно, наверное, какому-то способствует сокращению позиций для кого-то из участников рынка в российских акциях и перекладыванию в облигационный сегмент. То есть, правильно я вас понимаю, что можно сказать, что в среднесрочной перспективе, не прямо сейчас, а по прошествию какого-то времени, повышение ставки – это негатив для российского рынка акций, поскольку доходностью по ФИЗ, даже банально, проценты по банковским вкладам будут несколько выше, чем то, что предлагают, предполагают и дивиденды в том числе предлагают. Смотрите, мы всегда же говорим о том, что каждый управляющий, да, который есть, он инвестирует не в какой-то один конкретный класс активов, а смотрит на разный класс активов, он всегда сравнивает альтернативные возможности, которые есть. Поэтому риск премия в российских акциях относительно ставок на долговом рынке за последние несколько месяцев сильно снизил, это факт. Поэтому мы, например, тоже тех портфель, которые предполагают аллокацию рублевые акции, рублевые облигации, мы в рублевых акциях чуть-чуть долю сейчас держим ниже бенчморка. При этом все равно в российском и российском рынке акций остается таким активом, который нельзя назвать дорогим по текущим ценам, и при этом внутри всего российского рынка можно найти ряд имен, которые по-прежнему торгуются, на наш взгляд, по очень привлекательным ценам, мы сравниваем сегодняшние цены на акции с будущими денежными потоками и будущими дивидендами вот этих компаний. Давайте, Михаил, раскроем карты и перечислим хотя бы три имени, которые, как вы считаете, сейчас торгуются по крайне привлекательным ценам, как вы сказали. Мы можем взять просто банально три одни из крупнейших компаний. Сбербанк, Лукоил, Роснефть, они торгуют сейчас по мультипликатору цена прибыли примерно на уровне четырех, чуть выше. Поэтому это все равно достаточно дешево. Плюс нам нравится в широком понимании сектор ритейла, сейчас продуктового лидера этого сектора, Magnit X5. Компания генерирует на текущий момент достаточно высокий уровень денежного потока акционеров, который, с нашей точки зрения, превышает доходности долгового рынка. Ну, хорошо, Михаил, думаю, можно перейти к каким-то конкретным интересным событиям этой недели. Говорили вы про сектор ритейла. Отчитался на этой неделе X5 ритейл-групп. Если посмотреть на табличку, у нас тоже есть с результатами, там все зеленое, рост по всем фронтам. Но, на ваш взгляд, интересен ли в принципе ритейл как такая долгосрочная инвестиция на фоне низкой рентабельности? Ведь X5 показывает рентабельность ниже 8%. Для сектора ритейла это очень высокие цифры. То есть, в принципе, мы долгосрочно считаем, что какой-то уровень, который в принципе системно компании лидеры, лидеры сектора достойные, способны придерживаться, это скорее уровень 7% по имидам маржа. Цифра, которая последние пару планов демонстрирует X5, значительно выше. Поэтому, в принципе, нам на текущий момент эти компании, да, действительно кажется достаточно дешевыми. Здесь, наверное, если мы говорим и про магнит, и про X5, гораздо важнее. Это кейс будущих распределений денежных потоков в пользу акционеров. У X5 есть проблема, связанная с иностранной пропиской. Вот как этот вопрос будет решаться, это на самом деле ключевой вопрос для инвесторов. Потому что если бы эта проблема сейчас на текущий момент, мы получили бы какую-то дорожную карту, как она будет решаться. Безусловно, тот уровень денежного потока, который сейчас есть, он предполагает возможность спокойно выплачивать дивидендную доходность уверенно двузначно, скорее всего, к 15%. Михаил, ну, касаемо редмицелляции X5, мне кажется, что вот как раз этот вопрос несколько заминается. Был какой-то всплеск заявлений и интереса к этой теме летом, но потом постепенно все сошло на нет, и такое ощущение, что процесс этот, по крайней мере, пока никак не идет, или руководство X5 его в тишине старается хранить. Хорошо, а как вы думаете, нераспределенные дивиденды, они куда компании направляются? Ну, во-первых, мы видим ряд M&A-сделок, во-вторых, сокращение чистого долга. Поэтому вот это, наверное, два ключевых направления. Делеверидж и рост масштабов бизнеса за счет M&A-истории. Хорошо, Михаил, ну вот да, X5 мы обсудили. А если в целом посмотреть на минувшую неделю, какое корпоративное событие на Мосбирже, среди эмитентов Мосбиржа вы бы назвали самым интересным, на ваш взгляд, на этой неделе? Их было немало, но все же. Ну, наверное, ключевое событие мы ждем сегодня. Это не корпус события, это заседание институтального банка. А если говорим про корпус истории, то, ну, вот было ряд историй, вы их все вначале, в принципе, перечислили. Наверное, с учетом большого веса Лукоила в индексе, с учетом большого интереса инвесторов к этой бумаге, решение Совета директоров Лукоила, наверное, да, приковывало, скорее всего, наибольшее внимание, как мне кажется, для большей части российских инвесторов. Смотрите, Михаил, тогда обсудим Лукоил. Вчера вызвало буря обсуждения решения Лукоила по выплате дивидендов. Напомню, что Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 447 рублей на акцию. Консенсус был выше почти на 100 рублей. У вас тоже ваши ожидания не оправдались? И почему, если да? Смотрите, Лукоил придерживается своей конкретной дивидендной политики. Она предполагает, что промежуточной базой для промежуточного дивиденда выступает скорректированный чистый денежный поток за первые полугодия. Мы видели отчетность, которая выходила за первые полугодия в августе этого года. И с точки зрения именно раскрытия составляющих денежного потока мы видели только верхние уровни оценки. Поэтому конкретно посчитать размер дивидендов в этот раз нельзя было. Да, исходя из тех цифр, которые мы были, в целом консенсус был значительно выше. И у нас тоже наш взгляд предполагал, что итоговые дивиденды за первые полугодия составят около 530-540 рублей на одну августе. В итоге получилось, да, цифры меньше, но в принципе, когда мы не имеем четкого раскрытия отчетности с точки зрения вот именно динамики составляющих денежного потока, то такие отклонения не в принципе возможны. В принципе, неправильный расчет. Поэтому в целом, если... Да, смотрите, Михаил, просто... Это неправильные расчеты, это отсутствие информации для правильных расчетов. Поняла, да. Михаил, смотрите, я тоже читал такие обсуждения, такие версии, что на самом деле Лукоэл направил на выплату дивидендов меньше 100% свободного денежного потока, а деньги чуть придержал, например, для истории с байбэком нерезидентов, которая тоже хорошо, широко обсуждалась в конце лета. Вы в такую версию, как понимаю, не очень верите. Просто сумма, которая теоретически должна использоваться при принятии позитивного решения по возможности выплаты, по возможности выкупа значительной доли нерезидентов, она значительно больше, чем недобор 100 рублей на акцию в рамках полугодового дивиденда. Поэтому здесь масштаб цифр совсем другой. Наверное, в целом, кстати, если мы говорим про Лукоэл, то здесь мы по-прежнему ожидаем, что второй полугодий будет очень сильным для компаний за счет значительно более высоких цен на нефть, которые сейчас на текущий момент складываются, и в долларовом урожении, и в рублевом. Поэтому мы, в принципе, считаем, что по итогам года суммарный дивиденд может превысить, по крайней мере, в нашем базовом сценарии, превышать 1000 рублей на одну акцию. Хорошо. Ну, будем надеяться, что эти расчеты окажутся верными и приятными для инвесторов. Хорошо, Михаил, еще хотел обсудить с вами отчетность Банка ВТБ по МСФО за третий квартал. В целом, она была тоже в рамках консенсуса. Также банк еще раз заявил, это не стало каким-то сюрпризом, что дивиденды платить за 2023 год он не будет. Но мне сразу же вспомнилось недавнее заявление главы Минфина Антона Силуанова, который сказал, что, ну, почти цитата, что не все госбанки сейчас хотят платить дивиденды, и Минфин планирует с этим работать. И тогда, когда я обсуждала эту новость с экспертами, все говорили, что это такой вот намек на ВТБ. Получается, все же с ВТБ Минфин по плану дивидендов работать не будет? Или все-таки тут можно ждать какие-то сюрпризы? В базовом сценарии мы не ждем выплаты дивидендов за 2023 год. Поэтому все-таки сейчас, наверное, история 2024 года – это возобновление выплат по субординированному долгу. И если по итогу 2024 года банк заработает достаточный уровень чистой прибыли, то теоретически мы ждем, что в 2025 году за 2024 год будет выплачена 50% чистой прибыли. В базовом сценарии дивидендов за 2023 год мы не ждем. То есть Минфин будет работать с какими-то другими госбанками. Хорошо. Михаил, наверное, тоже последняя история, которую я хотела обсудить. Это девелоперы. Увидели мы и операционные финансовые результаты самолета на этой неделе. Впечатляющие продажи выросли на 51% в квадратных метрах. И в денежном выражении более чем на 60%. Но отчасти, наверное, это можно объяснить ажиотажем на рынке жилья в преддверии повышения ставок по ипотеке. Что дальше? С одной стороны, кажется, что сектор первичной недвижимости довольно защищен. Особенно эконом-сегмент, в котором работает самолет за счет льготной ипотеки. Но с другой стороны, вроде стоит ждать и в целом общего охлаждения на рынке недвижимости. У вас какое видение вообще сектора девелоперов в частности, в общем и самолетов в частности? В целом, третий квартал сильный для подавляющего большинства компаний этого сектора. Действительно, в преддверии роста ключевой ставки. И сразу после этого мы увидели прям масштабный всплеск с точки зрения спроса на первичную недвижимость. Наверное, третий квартал это скорее какой-то разовый позитивный выброс. Мы, наверное, ждем, что уже в четвертом квартале увидим какие-то признаки некоторого охлаждения. Но, тем не менее, в целом, если мы говорим про сегмент девелоперов, мы должны именно смотреть на текущую стоимость этих компаний. По-прежнему, мы видим, что ряд компаний торгуются значительно дешевле своей стоимости чистых активов. И такой показатель, как Price to Nav, для многих компаний находится, если на рекордных минимумах, то на очень низких цифрах. Поэтому значительный дисконт, которым сейчас торгуются девелоперы, все равно может представлять интерес, даже при том, что операционный моментум все равно для ряда компаний остается слабым. Поэтому это рискованная ставка, как бы не готовы значительную долю наших портфелей формировать именно в этом секторе. Но, тем не менее, какие-то отдельные истории здесь смотрят. И вот там те же бумаги и талоны нам по текущим ценам, в принципе, кажутся достаточно адекватно оцененными. Кстати, самолет, самолет история с очень низким фриплоутом и возможности проведения байбэков в значительном объеме. Да, самолет, кстати, действительно оценивать многие эксперты. Неплохо, извините, у нас уже остается мало времени. Спасибо большое, Михаил. С нами на связи был Михаил Подубский, управляющий активами МКБ Инвестиции. Мы обсуждали итоги недели.